Главный плюс электронной ипотеки – это срок ее оформления. Если прийти с документами в МФЦ, то все затянется на 7 дней. Электронная же система призвана сократить срок обработки заявки до суток. Мы предполагаем, прогнозируем рост обращений заявителей в электронном виде, поскольку получаем уже положительные отзывы от заявителей. Это очень удобно. Отсутствует необходимость лишний раз обращаться в МФЦ. Ну и, соответственно, заявители устраивают сроки регистрации ипотеки. Проект направлен на регистрацию ипотеки как для покупки жилья в новостройках, так и на вторичке. Пока электронная ипотека актуальна для столицы. За полгода больше 60 тысяч обращений. В Рязани тоже есть, но не в таком количестве. Мы наблюдаем рост заявок, то есть у нас имеется статистика подачи документов в электронном виде по всей стране. По сравнению с предыдущим 2020 годом, в 2021 рост обращений граждан в электронном виде по регистрации ипотеки увеличился в 5 раз. Сейчас сформирован единый стандарт взаимодействия Росреестра с банковским сообществом. Считается, что это существенно оптимизирует все этапы подачи и оформления документов в электронном виде. До конца 2021 года система заработает 85 субъектах страны. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».